Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о лучшей функции в Excel, функции если, потому что именно она может в себе совмещать проверку условий, назначение определенных действий и, соответственно, комбинацию многих формул внутри себя. Первое действие, которое мы с вами произведем, это условие, которое мы прописываем на текст. Функция пишется равно если... Далее указывается логическое выражение. Первый аргумент — это логическое выражение, если мы выберем название города, да, и оно у нас равно Минску, тогда это Белоруссия. Текст при условии у нас пишется в двойных кавычках. Это правило Excel. Далее нам необходимо определить, если это будет так. Если это будет так, значит это у нас Белоруссия. Во всех остальных случаях это у нас Россия. Каждый аргумент в русскоязычной версии Excel пишется у нас через точку запятой в англоязыче. Отлично, то есть мы видим, у нас Москва, Россия. Делаем двойной щелчок в правом нижнем углу. И напротив ячеек, которых у нас город Минск, у нас, соответственно, появляется Белоруссия. Также на текст можно задать и обратное условие. То есть мы напишем если... Далее логическое выражение. Если город не равен Минску, тогда это у нас будет Россия, иначе это будет Белоруссия. Проверяем. Делаем автоматические заполнения вниз. Как мы видим, все работает. Будьте внимательны при использовании знака НЕРАВНО, так как он не во всех версиях программы, во-первых, работает. В 2007 он точно не работает, в 2010 он не работает в некоторых случаях. Если хотите задать условие на неравенство, можно использовать функцию НЕ. Следующее действие, это действие с числами. Здесь у нас применимы знаки РАВНО, МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ, НЕРАВНО, МЕНЬШЕ или РАВНО и, соответственно, БОЛЬШЕ или РАВНО. Знаки, не строгие знаки неравенства, вот эти. То есть МЕНЬШЕ или РАВНО и БОЛЬШЕ или НЕРАВНО. Сначала пишется строгое неравенство, после пишется равно. Итак, первая задача, которую нам необходимо определить, это вид цены. Если вид цены оптовые при покупке 50 и более, то есть 50 включается в этот диапазон, если условие это не будет выполнено, значит это розница. Пишем равно если. Логическое выражение. Если количество больше или равно 50, значит условие, если это так, это опт, оптовая цена, иначе это розница. То есть получается, если число будет равно 50, оно у нас войдет в оптовую цену. Если был бы знак строгого неравенства, без равно, тогда бы у нас 50 не входило бы в оптовую, а входило бы в розничную. То есть, когда мы ставим нестрогое неравенство, мы включаем число, от которого начинается условие в диапазон условия. Отлично. И соответственно статус мы можем присвоить через двойное условие, то есть, или как его называют, вложенное если. Для этого нам необходимо написать равно если. Далее проверяем первое условие. Мы будем идти снизу вверх. То есть, если цена, стоимость меньше, чем 1 миллион, тогда в таком случае это у нас будет статус присвоен B. Текст мы пишем в кавычках, это мы выяснили с первого условия. Далее можно нажать Alt-Enter и каждое новое условие писать с новой строки, так будет просто более удобно и читабельнее в дальнейшем. Далее опять пишем, если F14 у нас стоимость меньше, чем 5 миллионов, тогда это статус B. И соответственно, если одно из этих условий не выполнено, это статус A. С 2016 версии программы у нас в Excel появилась функция если множественная, и она периодически после обновлений почему-то пропадает. Я сейчас вам в Excel онлайн покажу, как это можно сделать при помощи функции если множественная. В принципе, логика та же самая. Мы пишем, если множественная. Первая логическая проверка. Если F10 меньше, чем 1 миллион, в таком случае это у нас будет статус B. Дальше. Следующее условие. Если ячейка F10 меньше, чем 5 миллионов, тогда это у нас будет статус B. Соответственно, если F10 больше, чем 5 миллионов, тогда это... В принципе, есть, конечно, какие-то, да, плюсы в Excel мы не. Хотя если разобраться в предыдущей функции, с ней, как мне кажется, проще. В данном случае, если ты пишешь реально много условий, множество, там, 5 и более, тогда согласен, эта функция в любом случае более привлекательна с точки зрения написания. А если ты как бы пишешь 2, 3, там, в принципе, можно воспользоваться и функцией вложенной если. Отлично. Идем далее. Теперь нам необходимо определить вид цены, если выполнены оба условия. В этом случае у нас подходят 2 функции. Есть функция И и есть функция ИЛИ. То есть, функция И и функция ИЛИ могут проверять 2 и более условий. Поэтому проверяем. Нам необходимо написать если. Дальше мы напишем И. Если больше, чем 10 тысяч. Ставим точку с запятой. То есть, в том случае, если оба этих условия у нас выполнены, тогда нам необходимо поставить вид цены оптовой, иначе вид цены розничная. Окей. То есть, видим. Да, где у нас одно из условий не выполнено. Допустим, здесь цена у нас выше. 10 тысяч. А количество 29. Да, то есть, одно условие по количеству не выполнено. И, соответственно, здесь у нас мы поставим 65, это больше, чем 10 тысяч. И поставим 1000, да, одно условие будет не выполнено. То есть, если выделить функцию, нажать F9, можно проверить каждое условие отдельно. То есть, F9, видите, здесь истина. А здесь, соответственно, ложь. Когда мы используем функцию И, нам необходимо, чтобы в обоих условиях была истина. Окей. Идем дальше. Следующая функция, это у нас или. То есть, это когда одно из условий должно быть выполнено. Количество больше 70, или стоимость закупки больше, чем 90, тогда у нас присваивается статус VIP. 90 тысяч. Закрываем скобку и теперь пишем условие. Здесь у нас VIP. Как всегда в скобках, потому что это текст. И далее пустота в Excel обозначается двойной кавычкой. Если просто оставить без аргумента, да, тогда у нас будет заполнено 0. Нам в данном случае нужно просто две двойные кавычки рядом. Это обозначается, что у нас произошла пустота. То есть, в данном случае у нас практически все условия выполнены за исключением данного примера. Здесь у нас, во-первых, 14, это меньше, чем 70. И, соответственно, стоимость закупки здесь получилась низкая. Поэтому в данном случае VIP отсутствует только у одного клиента. Окей. Следующая стадия – это старший популярный лайк рубрика. Вам необходимо поставить видео на паузу, поставить лайк и написать комментарий с словосочетанием «Логические функции в Excel» или «Excel если». Буду вам очень признателен за это. Спасибо большое. Следующая задача, которую мы будем разбирать, это задача, относящаяся к условиям. То есть, до этого мы разбирали к выполнению условий, а теперь к самим условиям. Мы можем проверить состояние ячейки. Например, если ячейка будет пустая, тогда статус отменен. Иначе в работе. То есть, мы пишем «Если». Далее у нас идет функция помощник «Е пусто». Соответственно, если ячейка пустая, она возвращает истину. Если ячейка заполненная, да, она возвращает ложь. То есть, если ячейка пустая, значит заказ у нас будет отменен. Если ячейка заполненная, значит статус у нас должен быть в работе. Нажимаем «Ввод» и видим то, что Москва заполненной. Да, здесь у нас пустая ячейка. То есть, соответственно, нам необходимо отменен написать. «Е пусто» проверяет состояние ячейки. Исходя из ответа ячейки, она возвращает истину или ложь. И, соответственно, также мы можем тип доставки проверить. Проверить наличие на трек-номере. Если в трек-номере у нас есть буква «А», это обозначает авто, значит доставка должна быть автомобилем. Для этого мы будем использовать функцию «Е текст», но и также могла бы подойти функция «Е число». То есть, мы опять пишем «Если», дальше «Е текст» и выбираем значение ячейки. Далее указываем, что если все окей, это текст, это у нас авто. Соответственно, если это ложь, значит это у нас пешим. Закрываем, нажимаем «Ввод» и делаем протяжку. Видим, где у нас числа, да, там у нас, соответственно, пеший курьер. А где у нас есть текст, да, то есть, если число с текстом, это, соответственно, переходит в текст. Там мы используем уже авто. Следующая задача нам необходимо определить по регистру букв. Да, давно известно, что функция «Если» не понимает регистр. То есть, если мы напишем здесь, если «В9» равно «ТДД», да, в нижнем или верхнем регистре 3, тогда «Истина». Иначе будет ложь. Окей. Как мы видим, да, у нас даже если маленькие буквы, у нас все равно выдается «Истина». Вот, чтобы задать различия для функции «Если», нам необходимо использовать функцию, которая называется «Совпад». Функция «Совпад» — это у нас проверяет совпадение текста по полному соответствию. То есть, мы берем ячейку «В9» и в двойных кавычках пишем «Если код товара всестрочный, тогда тип доставки пеший». То есть, если все маленькие, да, «ТДД», тогда тип доставки у нас идет «Пеший», иначе тип доставки «Авто». Закрываем скобку, нажимаем «Энтер». Видим, да, то, что теперь у нас функция научилась различать, где у нас написано заглавными буквами, а где у нас написано строчными. Функция «Совпад» также может работать с такими функциями, как «ВПР», да, которые не чувствительны к регистру, вот, поиск позиций и так далее. В заключении мы рассмотрим функцию «Если ошибка», это очень полезная функция, если возникает ошибка. Нам необходимо написать саму функцию «Если ошибка», далее мы указываем значение, да, то есть, если цена 1 у нас будет ошибка, нам нужно брать цену 2. То есть, и умножать ее на 20%, на 1,2. Соответственно, если цена 1 будет выдавать ошибку, нам необходимо брать цену 2 и домножать ее также на наценку 1,2. То есть, если наценка 20%, нам необходимо к единице прибавить двойку, потому что в Excel все проценты считаются от единицы, единицы это 100%. Да, соответственно, 1,2 – это будет 120%. То есть, если нужно прибавить наценку, делаем 0,2, плюс 0,2. Если нужно сделать скидку, соответственно, мы вычитаем 0,2 и получаем 0,8. Отлично, протягиваем вниз и смотрим результат. То есть, здесь вот она нас вернула ошибку, потому что в обоих случаях у нас, да, получились ошибки. Если мы исправим первую или вторую, да, соответственно, она подхватит сообщение без ошибки ячейку и выведет ее сюда. На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели основные функции, работающие с условиями в Excel. Если вы не поставили лайк или написали комментарий, сделайте это сейчас. Поставьте лайк, напишите комментарий с ключевыми словами логические функции в Excel или Excel, если. Я буду вам очень признателен. На этом с вами заканчиваем. До следующей среды. Хорошего вам настроения. До свидания. Продолжение следует...